Приветствую вас, уважаемые коллеги-трейдеры на торговой сессии вторника. Сегодня 12 октября, мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Итак, давайте посмотрим, какие тенденции актуальны на текущий момент. Начнем с индекса S&P 500. Вчера мы с вами покупали индекс от средней скользящей 135, плюс у нас была отработка идеи тестирования нижней зоны ликвидности. Как видим, поначалу все шло хорошо, но внезапно на американской торговой сессии рынок развернулся, и мы усвистали глубоко вниз, тем самым оттестировав уровень глубокой коррекции по отношению к последнему восходящему движению. Чего сейчас ждать от этого инструмента? Ну, основная идея у нас остается непоколебима. Поэтому мы продолжаем рассчитывать все-таки на то, что у нас индекс восстановится до своих максимальных значений, поэтому с текущих позиций рассматриваем на идеи в лонг. Идти нам достаточно далеко, так что с текущих позиций при такой коррекции очень даже неплохая сделка будет. Если у кого-то здесь сделка висит в просадке, то я думаю, что ничего страшного не произойдет с вашей сделкой. Хотя, конечно, это немного обидно, что вы не ставите стоп-лоссов. Но я больше чем уверен, что такие трейдеры обязательно есть, которые торгуют без стоп-лоссов. Поэтому призываю вас не делать этого. Если же, соответственно, у нас будет пробит ключевой уровень границы волны, а именно уровень 42.90, то в этом случае у нас тенденция уже изменится. То есть мы не сможем сказать, что здесь у нас явно идет восходящая тенденция. И будем ждать, когда же у нас будет достигнуто дно. Скорее всего, дном здесь будет являться нижняя зона ликвидности, в районе котировок 42.34, 41.85. Далее, евро-доллар. Евро-доллар такое ощущение, что немножко затих перед бурей. Вчера в очередной раз мы попытались пробить верхнюю зону ликвидности. Как видим, не получилось у нас этого сделать. Мы отскочили. Сейчас находимся снова в таком коридорчике, в своеобразном флете. И поскольку тренд у нас нисходящий, конечно, мы будем с большей вероятностью с вами ожидать именно движения вниз. Цели по нисходящему движению у нас с вами отмечены еще... Ах! Прошу прощения. Спасибо вам, буду здоров. Цели по нисходящему движению у нас с вами отмечены еще с предыдущей торговой сессии. Даже, по-моему, с прошлой недели они отмечены. Это нижняя зона ликвидности неотработанная. Она у нас ограничена котировками 1.15.26, 1.15.37. Нижнюю зону мы так с вами и не оттестировали. Поэтому рассчитываем на снижение вниз. Но с текущих позиций я бы, честно, уже не продавал, потому что продавать слишком дорого. Вот если бы мы скорректировались где-то в восходящем направлении, ну, например, вот на такое расстояние, скажем, на двухсоставное максимальное движение в район котировки 1.16.126, вот отсюда я бы продал. Отсюда я бы с удовольствием продал и дождался достижения нижних целей. А так, что-то как-то не очень хочется. Ну, дело ваше. Хотите продавайте, хотите нет. Что касается восходящего движения, ну, помимо той цели, которую я озвучил по двухсоставному движению, у нас здесь также есть коррекционная составляющая. И она нас приводит в район диапазона 1.16.216, 1.16.288. Это циклический диапазон в районе нижней границы верхней зоны ликвидности, ранее отработанной. Так что, в принципе, с учетом того, что мы последний раз оттолкнулись от нижней зоны, мы вполне можем добить верхнюю. Так что, такой вариант тоже нужно у себя держать в голове. Идем далее. Фунтово. По фунту мы вчера оттолкнулись от ключевого уровня 1.36.676. Этот уровень у нас, в принципе, уже был давно указан, поэтому здесь никаких новостей для вас быть не должно, почему мы оттуда скорректировались. Так или иначе, мы снова вернулись под линию поддержки и сопротивления. И сейчас у нас здесь идея следующая. Так, давайте, во-первых, посмотрим. У нас здесь есть что-то похожее на восходящий трендовый канал. Может быть, он не слишком такой симпатичный, но, тем не менее, канал этот есть. Причем, если мы его таким образом прочертим, то видим, что не очень хорошо у нас получается здесь. А если начертим этот трендовый канал по верхним границам, то увидим, что у нас есть еще небольшой потенциал к снижению на текущий момент. Поэтому сейчас покупать, ну, наверное, не оправдано будет. Лучше немножко подождать, подождать коррекции именно к линии поддержки, построенной по нижним вершинкам. И тогда уже где-то, ну, примерно в районе уровня 1.35.593 мы уже основательно с вами затаримся и пойдем дальше наверх. Тем более, что тренд у нас здесь пока что среднесрочный, именно восходящий. Что касается уровня глубокой коррекции, то его мы с вами немножко пододвигаем, потому что вчера было обновление локального максимума. То есть, смотрите, раньше у нас уровень глубокой коррекции был... Так, я не помню, как мы его строили. А, сейчас вспомнил, как мы его строили. Да, по этой вершинке мы его строили. Сейчас покажу. Вот он был, уровень глубокой коррекции, вот по этой вершинке. Ну, а теперь у нас вершинка обновлена, поэтому мы уровень, соответственно, немножко подтягиваем. Теперь у нас уровень глубокой коррекции здесь. А уровень минимальной коррекции, аллилуйя, 1.35.700, как раз приходит в район размерности. Так что, в принципе, такая идея у нас актуальна. Идем дальше. Доллар, японская иена. Дошли четко до тех целей, до которых прогнозировались, корректировались. Но коррекция очень небольшая. Всего лишь 47 пунктов по сравнению с безоткатным движением в 1931 пункт. Но это всего лишь каких-то жалких 25%, даже чуть поменьше. Так что, я все-таки полагаю, здесь должна быть еще более глубокая коррекция. Но это не значит, что нужно прямо сейчас заходить в шорты. Но все-таки восходящий тренд у нас здесь. Давайте не будем совершать ошибок тех трейдеров, которые рассчитывают на то, что Ага, у нас курс очень хорошо изменился, нужно срочно продавать. Да блин, как можно продавать, когда цена прет вверх? Есть замечательная фраза. Рынок может быть дольше иррациональным, чем выплатежеспособным. Поэтому зачем себя обманывать? Зачем пытаться обмануть рынок? Давайте просто зарабатывать на рынке. Давайте будем скучными, нудными трейдерами, которые исключительно работают по тренду и зарабатывают по тренду. Это лучше гораздо. И гораздо дешевле вам обойдется, чем пытаться где-то как-то схитрить. Имело бы смысл здесь открывать короткую позицию, если бы здесь была дивергенция. Но дивергенции пока нет. Вот если сейчас мы следующей волной уйдем наверх, пробьем локальный максимум, и вот здесь получается у нас есть ключевой уровень по нашей старшей размерности. Этот уровень, сейчас скажу, 113,768. Вот отсюда я бы открыл короткую позицию. Почему? Да потому что есть дивергенция. Вот такая дивергенция здесь будет. В том, что она будет, можете не сомневаться. И вот эту короткую позицию, да, я бы открыл. Но причем я бы все равно поставил здесь стоп-лосс. Так или иначе. Так что, ребят, пока что здесь в шорты не спешим заходить. Ждем. Но что касается дальнейшей перспективы лонговых позиций, по максимальному коррекционному движению, у нас цели 114, 112, 114, 409. Это то, что мы можем достигнуть, ну, в ближайшие несколько торговых недель. То есть это не прям сиюминутные сделки. Так, идем дальше. Доллар канадец. По доллару канадцу мы вчера потоптались на одном месте, но в итоге все-таки к вечеру отскочили вверх. По-прежнему мы ждем коррекции для того, чтобы нам снова зайти в сделки. Я сейчас по этой паре не в рынке. Ту сделку, которую мы открывали с вами на прошлой неделе, я ее благополучно закрыл. Здесь, в принципе, получился очень хорошее соотношение профит-стоп-лосс. Примерно 1.5 и 1.6. Так что я без озрения совести зафиксировал эту сделку. Вот. Теперь, соответственно, буду ждать какого-то дальнейшего развития событий. Но поскольку средние скользяшки нам указывают на явно не скользящий характер тренда, нужно подождать именно восходящую коррекцию и отсюда уже принять решение по дальнейшей продаже данного актива. Цель 1.24.28. В принципе, здесь все. Два уровня минимальной глубокой коррекции. 1.25.32 и 1.25.76 пока остаются актуальными. Так, доллар-франк. Идем дальше. По доллар-франку. Флетим. Здесь больше даже нечего сказать. Оттолкнулись от нижней границы. Сделали ложный пробой. Ничего пока что здесь не меняется. Абсолютно. Будем выходить из флета. Будем решать, куда открывать позицию. Ну, ждем в итоге движения цены. Если вверх, то таким образом. Если вниз, то вот таким. Пожалуйста. Ждем такого развития событий. Австралиец. Прекрасно вчера доработал до наших целей. Мы говорили, что оттолкнувшись от уровня минимальной коррекции, мы пойдем по размерности до следующего ключевого уровня. Видим, что четко мы до него дошли. Буквально с минимальной погрешностью в 37 пипсов. И сделали коррекцию. Что сейчас ждать? Опять же, если вы сейчас хотите открыть короткие позиции, это можно сделать. Несмотря на то, что тренд вроде как восходящий. Потому что этот уровень, до которого мы достали, это среднесрочный уровень. А в среднесрочном характере у нас сейчас есть вероятность нисходящего тренда. Поэтому здесь я бы вам рекомендовал, если вы уж хотите действительно открыть среднесрочную короткую позицию. Или вчера, допустим, ее открывали. То либо уменьшить рабочий объем. То есть, все-таки, чтобы это была среднесрочная позиция. Со счетом на то, что нас может увести вверх далеко и надолго. Либо, ну как-то частично, по мере того, как цена движется в нашу сторону, фиксировали часть позиций. Потому что, наверное, самое обидное будет, это когда открыли эту сделку в правильном месте, но передержали ее, часть не зафиксировали. А потом сделка ушла в другую сторону и все, трендеется. Так или иначе, сегодня мы тестировали уровень минимальной коррекции. Поэтому пока рассматриваем дальнейшее продолжение восходящего движения. Что касается дивергенции, здесь пока таковой нет. Локальной есть только глобальная дивергенция. Но она нас пока что мало интересует. Поэтому вполне возможно, что мы увидим еще один каскад повышения. И уже отсюда можно будет и краткосрочные сделки открывать в агрессивный шорт. А пока что работаем именно в лонг. Ближайшие цели. Давайте будем ориентироваться на зону ликвидности, которая у нас ранее не отработала. Пометим ее себе, продлим. Это у нас 0.74.117. Так, здесь получается 0.74.23, 0.74.34. Вот это будет наша ближайшая цель. По новозеландцу продолжаем флетить. Здесь тоже ничего нового, как и по доллар-франку. У нас есть короткий флет, есть более такой длинный флет. Есть тест верхней зоны ликвидности. Поэтому по-хорошему, конечно же, мы ждем движения в нисходящем направлении. Но фиг его знает, куда рынок решит выйти из этого флета. Я уже говорил, что когда у нас происходит локальный баланс, то, как будет меняться перевес сил медведей и быков, оно может вот так измениться в один момент. И мы полетим вне зависимости от фундамента или каких-то наших предположений. Поэтому здесь просто держим руку на пульсе. Как только ситуация будет ясна, мы сразу же принимаем решение и присоединяемся к рынку. Пока что здесь, наверное, нет смысла что-то придумывать и изобретать велосипед. Поэтому просто наблюдаем. Золото. Золото тоже флетит. После пятницы, после такого срыва, особенно, наверное, непривычно отрабатывать какие-то идеи по золоту. Потому что ждешь всегда хорошего движения, а его пока что не последует. В любом случае, у нас есть неотработанная зона ликвидности снизу. Последний раз мы касались зоны сверху. Поэтому будем, естественно, ждать продолжения нисходящего движения. Что касается перспектив, давайте посмотрим самое основное. По той размерности, которая у нас здесь была. Размерность нас приводит, ну, примерно к середину этого диапазона. Но здесь я бы не ориентировался именно на размерность. Я бы ориентировался вот на этот уровень 1734-69. Я вам про него раньше говорил. Просто это уровень поддержки и сопротивления, который у нас до сих пор не отработал. Поэтому здесь, по-хорошему, мы, если и будем двигаться вниз, то вот от этого уровня уже стоит задуматься о том, чтобы открыть какие-то среднесрочные покупки. Ну, а пока что, пока что здесь только наблюдать. И, ну, интродэй, конечно, можно работать. Вам никто не запретит. Ну, просто, когда у нас есть срыв и есть обратное поглощение вопроса, куда вы хотите открывать сделки. Ну, на мой взгляд, просто сейчас и покупать дорого, и продавать дорого. То есть, мы просто находимся в диапазоне средних цен. Причем, как бы, этот диапазон, если, я больше чем уверен, что если мы накинем с вами среднескользящие, то мы, скорее всего, увидим, ну, прям явный флэт. Ну, собственно, да. Несмотря на то, что скользяшки нам указывают на нисходящий тренд, они обе лежат горизонтально практически. Ну, красная-то точно лежит 135-ая, а синяя, она почти лежит отсюда, плохо видно. Вот, но в любом случае, как бы, у нас здесь, ну, нет определенного движения. Если уж вы прям хотите открыть какую-то сделку, то я бы лучше сделал это в шорт. Так, по серебру. Серебро у нас тоже продолжает флэтить. Здесь у нас также нет вложенного дня, хотя и был такой неплохой срыв цены. Но по серебру мы тоже ожидаем нисходящего движения. Тоже нам нужно тестировать нижнюю зону ликвидности, поэтому здесь мы будем ожидать такого развития событий. По размерности мы приходим тоже в середину зоны ликвидности, поэтому будем ориентироваться на достижение этой котировки. Это у нас котировка примерно 22.116, а отсюда будем уже затариваться по полной, поскольку это будет еще и нижняя граница трендового флэтового диапазона. Вот, так что здесь тоже особо ничего у нас не поменялось. Нефть марки Brent. Добили мы вчера очередной целевой диапазончик. Видим, что оттестировали верхнюю его границу. Отсюда был основной отскок. Но пока что цена не собирается вниз. Поэтому вполне возможно в этом цикле мы увидим еще один каскад дивергенции, и таким образом добьем именно верхние цели. И вот от верхних целей, обратите внимание, 85.47. Вот здесь уже можно задуматься, чтобы открывать агрессивные сделки в шорт. Почему? Ну, потому что, во-первых, у нас наиболее распространенный каскад дивергенции – это третий, как ни странно. То есть две вершинки редко отрабатывают, четыре редко появляются. А вот третий – это, наверное, самая распространенная формация. Поэтому здесь я предполагаю, что мы именно по той размерности, по которой мы сейчас идем вверх, обратите внимание, раз, два, три. Как раз выполним трехсоставное движение. И здесь уже можно будет, соответственно, продавать. Потому что вверх мы идем достаточно долго. Рынку нужно как-то разрядиться, немножко технически скорректироваться, набрать ликвидности для последующего похода наверх. Вот. Поэтому ждем дальнейшего роста небольшого. И оттуда уже присматриваемся к продажам. Для того, чтобы сделки ваши были более консервативные, рекомендую дождаться разворотного паттерна, либо какую-то разворотную конструкцию найти. На нефти они также появляются регулярно. Ну, обратите внимание, ой, у нас есть линии поддержки сопротивления, которые прекрасно отрабатывают. Поэтому можно найти что-то похожее и с минимальным стоп-лоссом зайти в сделку. Доллар-рубль пока что непонятно, как себя ведет. Но у меня есть ощущение, что он пока не собирается наверх идти, потому что формируется закругление ниже уровня 71.874. Поэтому вполне возможно, что мы упадем дальше. Но вопрос в том, насколько мы упадем дальше, насколько это будет глубокое падение. Потому что, с одной стороны, если смотреть по размерностям, у нас перед падением должна быть какая-то коррекция. Но если коррекции нет, значит мы можем сразу упасть до максимальных значений. Одно из максимальных значений нас приводит в котировку 69.97. Второе из максимальных значений приводит нас в котировку... 69.195. Есть более дальняя цель 68.931. По сути говоря, мы можем упасть к любому из этих уровней. Но такой разброс... Возникает вопрос, о чем нам с ним делать. Но окей, несколько уровней. Хорошо, давайте отметим другую цель. 70.30.70.578. Это у нас циклический диапазон. И в принципе, вот эта цель у нас будет более актуальна и более близкая. Поэтому, если мы будем спускаться впоследствии, то придем плюс-минус вот в этот диапазончик. Ну а здесь уже можно сразу посмотреть. То есть, для того, чтобы нам сюда прийти, нам какую-то размерность выполнить все равно придется. Ну, хотя бы какую-то минимальную. Поэтому будем рассчитывать на то, что коррекция все-таки последует. Так, и биткоин. Продолжаем мы лететь в восходящем направлении. Цели у нас заданы. Это 63.321.66.590. Это наши среднесрочные цели. Что касается точек входа, то, опять же, я говорю, мы не входим на рынок, по рынку, потому что это дорого. Мы входим тогда, когда цены у нас начинают немножко корректироваться. Когда у нас дешево становится входить по рынку. А для того, чтобы было дешево, нужно дождаться какой-то коррекции к одному из качевых уровней. Либо 53.117.50.761. Либо 54.624.53.024. Рассматриваем вот эти цели, которые мы с вами отмечаем. Здесь у нас есть достаточно широкий диапазончик. Но факт, конечно, что мы пролетим именно до уровня. Возможно, здесь какой-то объемный уровень нас сдержит. Но, тем не менее. То есть, есть цели, от которых выгоднее всего покупать. Здесь я бы присмотрелся именно вот к этой котировке, потому что здесь у нас была размерность, которая не отработала. Вполне возможно, что сейчас мы ее просто с обратной стороны отобьем. Это котировка 52.928. Так что по биткоину мы продолжаем удерживать лонговые позиции. Шортить пока здесь рано и глупо. Это все торговые идеи на сегодня. Надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Амаркетс. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Хорошего дня и удачной торговой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok